Приветствую вас. Я прочитал ваш текст, ваш вопрос. Так сказать, что довольно необычный у вас заголовок. Значит, смотрите, я сперва отвечу вам на ваш вопрос, что вы не можете понять, а потом разберу ваш текст более подробно. Значит, первое, что вы не можете понять, это то, что на сайте знакомств мужей не ищут. Значит, на сайте знакомств мужа не найти. А если найдете, то найдете только мужа. С только мужем далеко вы в своих отношениях не продвинетесь, потому что только с мужем вам, скорее всего, будет скучно, у вас, скорее всего, будут ссоры, у вас, скорее всего, будут проблемы и так далее. Поэтому на сайте знакомств мужа не ищут. Это первое. Второе. Если, значит, в реальной жизни с вами не знакомятся, то только означает, что вы не интересны. То есть это означает, что вы либо привлекаете только как женщину, либо это означает, что вас ничего не связывает с людьми. То есть, вообще-то говоря, это нормально, что с вами никто не знакомится, потому что серьезные люди, они просто так знакомиться, ну, наверное, не будут. Вот. И здесь еще один момент, что по поводу того, какие у вас ожидания вообще, как у вас это происходит. То есть вы считаете, что с вами должны знакомиться на улице, но почему? Ну, то есть не на улице, а в реальной жизни, но почему? Почему вы считаете, что знакомиться должны с вами? Почему вы считаете, что вы сами знакомиться не должны? Почему вы считаете, что с вами вообще должны знакомиться в реальной жизни? Что-то так. То есть, знакомиться с вами как с кем? Вот если с вами знакомятся как с женщиной, то вас хотят только интим. Если с вами знакомятся как с женой, то вас хотят только замужество, да? То есть хотят, чтобы вы вышли замуж. И вы думаете, это достаточно? Вы думаете, что замужество и интима достаточно для того, чтобы стать счастливой, например, в семье? Нет. Поэтому здесь вопрос, для чего это всё? Следующее. Что, что вы думаете о себе? То есть вы говорите, что я не могу назвать себя глупой и непривлекательной. Но то, что вы не можете назвать себя глупой и не можешь назвать себя непривлекательной, означает, что вы «Среднячок», потому что вы не умные, и вы непривлекательные, как вы говорите. То есть это замедленная самооценка, здесь, если вам нужно, чтобы представлять интерес для людей, для мужчин, не только в качестве сексуального партнера, вам необходимо быть умным и быть привлекательным. Пока вы о себе так не думаете, и пока вы не сделали ничего для того, чтобы такой быть, да, то есть полностью реализовать свои возможности, свой потенциал, ну, вы так и будете оставаться в средничку, и к вам относится как к средничку. Дальше. Берите себя прилично, значит, ну, по поводу секса, да, то есть сразу вот хочется сказать, да, что вы разграничиваете понятия секс и, собственно, ну, вот отношения какие-то, замудительства, что-то серьезное, вот. То есть в современном мире секс лучше отделять от этого всего. То есть любовь секс включает почти всегда, а вот секс любовь в себя не включает, гораздо чаще, чем любовь включает в себя секс. Вот, то есть если в любви присутствует секс в процентах, ну, 90, то в сексе любовь присутствует, ну, в процентах, ну, 40-50. То есть разница достаточно большая. Не говорю, что если она слишком большая, но если она довольно ощутима, поэтому секс и любовь к мужчине четко разграничивают. Ну, вот. Это первый, это такой момент. Следующий момент, это то, что, очевидно, у вас, у вас есть определенные ожидания по поводу того, как за вами должны ухаживать. То есть почему-то вам считается, что должны влюбляться, должны жениться, должны заводить детей. То есть вам это все для чего-то нужно. А, значит, может быть, вам это все нужно, но в какой стати это нужно мужчине? И в какой стати это должно быть нужно мужчине, который, эээ, пришел на сайт знакомств? Понимаете? Вот. Дальше. Если вы говорите, что после пары встреч этот мужчина или эти мужчины, с которыми вы встречались, опять на сайте знакомств, значит этот человек не настроен на серьезные отношения, либо не может их построить. Соответственно, вы выбираете таких мужчин, и это не случайно. Партнер, это отражение того, как вы себя воспринимаете. И поскольку, а, вот, вы написали, да, что толстые, вредные, маленькие, всякие мужчины, это все про себя. Это все про вас. То есть это вот все, что вы говорите про людей, это все про вас. Такой вы видите себя, возможно, маленькой, всякой толстой, вредной. Естественно, что не в таком ключе, естественно, что не в таком аспекте. Но, скорее всего, своей внешностью вы недовольны. Скорее всего, вы недовольны своей значимостью, своей значительностью, да, потому что, ну, маленькие имеются в виду. И так далее, и так далее. И вы не случайно обращаете внимание на недостатки. То есть недостатки, то есть волнуют вас. Вот. И вы хотите, хотите, имея свои недостатки, да, чувствуя их, свои недостатки, вы хотите построить отношения с человеком, чтобы недостатки экупировать, вероятно. Но это невозможно сделать, потому что недостатки у вас все равно останутся. Вот. Поэтому, вот, как бы, то, что нужно понять, да, это то, что вокруг, на работе, да, у вас мужчины, они разные. Они не толстые, не вредные, не маленькие, они разные. Вам, у вас не получается увидеть в них что-то хорошее. И это проблема. То есть до тех пор, пока вам сказано на человеке, вы не будете видеть что-то хорошее, для этого нужно увидеть хорошее в себе. А для этого нужно раскрыть себя. Да? Вот. Раскрыть свои возможности, свои способности раскрыть. Вот. Вы не сможете идти, скорее всего, на сближение. Дальше. Если вы приходите на сайт на комплекс, то вы предлагаете себя в качестве товара. Сайт на комплекс это площадка, а люди там товар. И вас берут, как правило, исключительно только для интимов, потому что это самый ходовой товар. Это жестоко, это может быть неправильно, это аморально, но это так. Вот. Конечно, может попасться нормальный человек. Да, нормальный, который, ну, не будет хотеть с вами интима, но это может быть очень долго. Это может быть вообще не с вами, потому что такие люди очень редко там было на сайт на комплекс. Вот. Следующее, что нужно понять, это то, что замужество, замужество не может быть самоцелью. Аноним. Ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Замужество не может быть самоцелью, потому что после замужества будет жизнь. Вы после замужества свою жизнь не видите. Знаете, да, вы видите воспитание детей, но где в этом вы, где в этом вы, где в этом ваш рост? Понимаете? Так что замужество не может быть целью. Никогда. Целью может быть ваше собственное развитие. Целью может быть ваша собственная карьера, успехи, творчество, деятельность, но не замужество. Дальше. Не получается что-то применить у вас по той простой причине, что в подсознании вас защищает. Но понимает, в отличие от вас, что вы, выйдя замуж, останет все той же. Не глупой и не непривлекательной. И все. Ваши проблемы никуда не уйдут. Но страдать вы будете еще больше. Понимаете? Потому что замужество не решает проблему человека. Дальше. Информации много пишите вы. Это действительно так. Но информация дается, как правило, для, ну вот, объективная информация, для, ну, психологическая какая-то информация, да, она дается для психологов. Она дается для профессионалов. Она дается для людей, у которых нет проблем. Люди, у которых есть проблемы, не психологи, а клиенты, да, они не могут информацией воспользоваться, потому что ее они используют неправильно. Информация подается деиндивидуализирована. То есть, без чего-то индивидуальной особенности человека. И здесь снова вступаешь в роль, в свою силу, то, что вы, ну, по сути, себя обесцениваете. Потому что вы считаете, что вам могут помочь в курсе без анализа вашей собственной истории, без анализа личного. То есть, без чего-то ваших личных особенностей. Ну, опять же, да, я не глупая и я не привлекательная. Дальше. Одиночество. У меня такое чувство сложилось, что вы пытаетесь убежать от одиночества, вы пытаетесь убежать от себя. Да, вам тяжело быть одной, вы говорите, что устали. Вот. И неудовлетворенность одиночества, плюс воздерживание от секса, значит, плюс желание выйти замуж, плюс, значит, получение большого количества информации, то есть, что является, по сути, суррогатом реальной жизни, создают для вас сверхмотивацию для того, чтобы с мужчинами взаимодействовать. То есть, если вы воздерживаетесь от секса, да, например, ну, вот, как будто, да, я извиняюсь, может быть, я не очень понял вас правильно, но контекст такой, буду исходить из него, то ваш язык тела говорит о том, что вы хотите секс, и мужчины этот язык тела чувствуют вас, и поэтому он вам отвечает. Думаю, что ваш отказ, да, это нет, которое да, но потом. То есть, нужно в отношении с мужчинами вступать в любые не нуждающиеся, то есть, имея возможность как для удовлетворения своих сексуальных потребностей, так и для реализации своих духовных потребностей, имея возможности для всего этого, и только потом, после этого, уже вступать в отношения с мужчинами. Нельзя в отношения с мужчинами вступать, будучи зависимыми, будучи нуждающимися. Вот. Дальше. У вас есть страх боли. Ну, вот, от того, что вас, ну, бросали. Вы, значит, пытаетесь избежать ее. Идет. Избежать боли. Боитесь боли. Но боль означает, что у вас есть ошибки в поведении, в восприятии себя. Боль означает, что вам есть куда расти. Не желая испытывать боль, вы не желаете расти. Не желая расти, вы останавливаетесь на месте. Вы останавливаетесь на месте, вы, эээ, предстаёте, эээ, представлять интерес, интерес, как для, эээ, серьезных людей, так и, вы начинаете, эээ, представлять интерес только для людей, которые так же, как и вы, в данном случае, сейчас развились в своем развитии. То есть, которые стали избегать боли, которые никуда не растут, никуда не развиваются и так далее. Вот. Вот и всё. Именно поэтому у вас не получается выстроить отношения, эээ, ну, с мужчинами. Вот. Поэтому если мы говорим вот именно, эээ, значит, про то, что вы не можете понять, да, конкретно, то это вот эти вот истории. Вы можете прямо записать в себе, да, чтобы, чтобы иметь это всё в виду. В себе. Дальше. Один, эээ, теперь смотрите. Вы пишете, эээ, ветеран сайта знакомств. За плечами годы первых свиданий. Человек, эээ, приходит на сайт знакомств, как правило, не просто так. Человек приходит на сайт знакомств не от хорошей жизни. Человек приходит на сайт знакомств, потому что у него нет другого выбора. Человек приходит на сайт знакомств, потому что он не может, эээ, нигде больше, эээ, встретить, ну, нужного, нужного человека, да, любимого человека, скажем так. Возникают разные два вопроса. Первый. Для чего, для чего вам партнёр, зачем он вам? Это первый, первый, первый вопрос. Второй вопрос. Вы действительно считаете, что, имея определенные проблемы, имея определенные проблемы, которые привели вас на сайт знакомств, вы не избавитесь от этих проблем тогда, когда познакомитесь с мужчиной и будете с ним в отношениях. Вы действительно считаете, что ваши проблемы никуда не уйдут? Конечно, не уйдут, они останутся, они будут с вами. Отсюда ещё одна причина, по которой вам сейчас категорически в отношения вступать нельзя. Те проблемы, по которым с вами не знакомятся в интернете, вот из реальной жизни, по которым вы сами хотите, эээ, ну, вот хотите, чтобы с вами познакомились. Те проблемы, по которым вы не считаете себя, эээ, значит, глупой, и не считаете себя, эээ, значит, привлекательной, да, те проблемы, по которым вы так о себе думаете, нужно решать и только потом вступать в отношения. Поэтому тот факт, что у вас, эээ, значит, опыт первых свиданий говорит всего лишь о том, что вы, эээ, кроме, собственно, мужчины и мужа, вы, в мужчине, самом, ничего не видите больше. Вот, к сожалению, это, эээ, то, что я могу вам сказать. Вот, к сожалению, это такая история. Хотя, безусловно, вы можете, эээ, вы можете со мной, эээ, быть не согласны. Дальше. Эээ, так, в результате, ну, результаты опять одна, да, то есть, что для вас значит одиночество, чем для вас сложность одиночества, почему вам сложно быть одиночеством, и, самое главное, откуда у вас время на одиночестве, и откуда у вас время на первые свидания. То есть, вот, именно время. Эээ, так, в реальной жизни со мной не знакомиться, но про это я уже говорил. Про это я уже говорил. Назвать себя глупой и непривлекательной не могу. А какой вы можете себя назвать? Какая вы? Что вы о себе думаете? Откуда эти понятия появились? То есть, обратите, как, обратите внимание, как негативно вы о себе говорите. Я не могу назвать себя глупой и непривлекательной, то есть, один негатив. Может быть, вы скажете, что я излишне придираюсь, но чувствуется, что вы пишете в определенном эмоциональном состоянии, чувствуется, что у вас эта тема волнует, поэтому я не думаю, что если я ошибаюсь, а если я ошибаюсь, то, ну, ненамного. Веду себя прилично. Что это значит? Что такое приличное поведение? Как вы его понимаете? На интим не провоцируют. Опять же, что значит на интим не провоцируют? Знаете ли вы, что такое провокация на интим? От чего это зависит? Но предложения все одинаковые. Интим. Значит, вы сами хотите интима. Либо, как я уже говорил, вы отбираете определенных партнеров. Ну и, соответственно, на сайте знакомств очень подавляющее большинство предложений, связанных с интимом. Намеки на интима. Обещание на будущее, чтобы вывести на интим. Но это означает, что вы никак другого, ничем другим заинтересоваться человека не можете подумать, а почему так? Никто не хочет, как принято на свидание, уходить, дарить цветы, восхищаться, влюбляться, жениться и заводить детей. Так, а и не должны этого делать люди. Особенно, если на сайте знакомств вы находите их. Это первое. А второе, каждый это делает по-своему. Никто не будет на первом свидании сразу за вами ухаживать. Никто не будет сразу дарить цветы и восхищаться. Понимаете? Это не такое первое свидание, когда человека уже знаешь, уже понимаешь и хочешь за ним ухаживать. Нашлядь знакомств, общение другое. Никто не будет на сайте, общение другое. И как же вы здесь, смешаете, что, что вам хочется, с тем, что вы можете. Вот. Это первое. Второе, у многих мужчин, у многих мужчин, симпатия начинается исключительно только с, сексуального влечения. И это нормально. Нормально воспринимать то, что мужчина вас испытывает к вам сексуальное влечение. Важно то, как вы на это реагируете. То есть, то есть, иными словами, если мужчина делает намек на интим, что вам просто не нужно ему его давать. Это не значит, что мужчина плохой, это значит, что он вас хочет, а это желание естественное. Это одно из самых естественных желаний. Но вы можете направить эту энергию в положительное русло для себя и привлечь человека к себе таким образом, привязать человека таким образом к себе. Именно через секс, который вы ему не даете. И желая заниматься с вами сексом, мужчина узнает вас, привязывается к вам. И это нормально. И узнав вас, привязавшись к вам, он же сам не замечает, как хочет с вами, не только секс. Понимаете? То есть, здесь вы, с одной стороны, делаете те ошибки, на которые я указал, с другой стороны, вы демонизируете секс. Вы представляете его как что-то очень плохое. Понимаете? Вот. То есть, это неприлично, что так не принято и так далее. Что стимулирует мужчин, мужчины, например, думать о вас как о строгом человека. А строгий человек очень часто ассоциируется исключительно с родителем. Поэтому отношения у вас с мужчинами не клеятся. Потому что вы ведете себя как родители. Они чувствуют себя детьми. Ну, грубо говоря, что мешает вам игриво ответить? Ааа, ты хочешь меня? Ну, посмотрим. Посмотрим. В будущем все может быть. И все. И все. Еще раз, может быть, вы так делали. Я не знаю. Но исходя из того, что вы написали, я не могу это идентифицировать. Поэтому, если вы это делали, то простите. Тогда причина не кроется, конечно же, в другом. Ну, например, страх одиночества только из детства. Именно он мотивирует вас искать мужа, создавать семью и заводить детей. Но именно он же создает свой сверх мотивацию для того, чтобы это все делать. А сверх мотивация отдаляет от вас, к сожалению, людей. Поэтому это может быть одна из причин. Как правило, детские страхи являются одной из самых ключевых особенностей. Ага, ну, невозможность наладить, быть, ну, невозможность наладить личную жизнь. Это и профессиональная нереализованность. Дальше. Возвиживаются уже давно. От чего? Не совсем понятно. Я предположил, что это секс, но даже если это отношения, то тут как бы разная разница. Никакой эффект проведлива для того, что я сказал. Вы пишите, слишком больно, когда на первые четыре раза и пропадают, и не хотят строить отношения. А вам-то почему больно? А с вами не хотят строить отношения. Почему вам больно? Вот боль в чем? Понимаете ли вы, что боль это ваша проблема? Это значит, что вы чего не ходите для себя через других людей. Понимаете ли вы, что вы таким образом? Мало того, что перекладываете ответственность на других людей за свои желания, у вас еще и обиды есть. А вы обижаетесь на то, что человек не хочет строить с вами отношения, хотят его полное право. Обижаетесь только потому, что вам больно. И вместо того, чтобы решать проблему, то есть смотреть, почему и из-за чего больно. Что вы, ну, что именно вызывает боль. Вы просто от этого избегаете. Так, тех, с кем встречался, можно до сих пор встретить на сайте. Это значит, что вы выбираете людей, которые не готовы к близости. А это значит, что вы с самой близости тоже не готовы. Вполне возможно, что есть запрет на эту самую близость, запрет на тому детство и так далее. Все это из детства. Дальше. Слушала многочисленные курсы по тому, как выйти замуж. Зачем? Аноним. Зачем многочисленные курсы и зачем выходить замуж? Нет, ну, вот с Рилот, зачем вам выходить замуж? Если вы хотите выйти замуж, то это отношения исключительно по расчету. Если отношения по расчету, то партнеру должно быть выгодно с вами. А вы хотите, чтобы за вами ухаживали, чтобы дарились цветы, чтобы восхищались. Но это не любовь, это же истинность. Она не подразумевает замужество. То есть это может привести к замужеству, но это не означает, что это замужество действительно будет. Поэтому здесь у вас неумение или нежелание жить сегодняшним днем и наслаждаться здесь и сейчас. Встретился вам мужчина? Пошли вы на свидание? Наслаждайтесь. Радуйтесь тому, что у вас есть этот момент, его могло бы не быть. Будьте благодарны человеку за это. И вы увидите, как изменится его отношение к вам. Если вы чувствуете, что они неудовлетворены, самое время подумать, что сегодня вы хотите, и подкорректировать свою собственную деятельность. Понятно, да? Подчеркиваю свою собственную деятельность. Свою собственную деятельность. Нечего не человека другого. Понимаете? Поэтому здесь у вас имеют место быть противоречия. То есть вы хотите замужество, но в то же время вы говорите, что я хочу, чтобы мной восхищались и так далее. Вот. То есть замужество это расчет, восхищение это чувство. Соответственно одно другое, ну не то чтобы исключает. Скорее у этого есть очередность, скажем так. Да? То есть есть впервые чувства, потом уже эти чувства проходят обработку интеллектом, да? Интеллектуальную обработку, и человек понимает, что ну да, я могу эти чувства проявить, мне это выгодно. А у вас, у вас как будто это вообще два разных мира. Понимаете? Вот. Ну и замужество. Зачем оно вам? Зачем вам замужество? Что вы хотите через него получить для себя? Ведь вы заметите, что вы не интересуетесь человеком как таковым. Вам не хочется узнать человека. Если у него к вам сексуальное влечение, все это плохой человек. Сразу. Вы не даете ему шансов ни раскрыться, ни показать себя, ничего. Игнорируя при этом, что может быть вы просто сексуально привлекательная женщина, и это как бы нормально. Вот. То есть, вот, вы не интересуетесь личностью мужчины. Понимаете? Вот. А замужество, ну, курсы замужества и так далее, исключают личностный аспект человека. Понимаете? Вот. И это также очень важный момент, если мы говорим вот именно в контексте вашей проблемы. Дальше. Не получается что-то применить. Потому что, эээ, и не нужно применять. Информация либо находит отклик у вас в душе, и вы меняете что-то в себе, меняете что-то в своём поведении, и меняется всё вокруг. Нельзя просто применять информацию. Это расчёт. Если информации много, а вы всё та же, поэтому эта информация не сцепляет вас. Вот. Дальше. Вы пишите, на работе почти все замужем. Почти все, это значит не все. Это первое. Второе. Отношение лучше всего строить с людьми, с которыми у вас есть общая деятельность, но которая при этом не является денежной, не является доходной, не является коммерческой. Понимаете? Ну что, про толстых вредных я уже сказал. Мой результат, как обычно, никакой. Вот опять, это ещё одна ошибка, что вы стремитесь к результату. Не результат даёт человеку ощущение счастья о процессе. Вам нужно ориентироваться на процесс, а не на результат, потому что результат – это будущее. Будущего нет. Результат. Результат – это только то, что будет. Но это не то, что есть. Тот, кто живёт будущим, не живёт, так же, как и тот, кто живёт прошлым, тоже не живёт. Живёт только тот, кто живёт настоящим, а это значит, что живёт только тот, кто ориентирован на процесс, а не на результат. Понимаете? Это ещё одна ключевая у вас ошибка, на мой взгляд. Вот. Понимаете? Вот. Примерно так вам можно ответить на ваш вопрос. Понимаете? Вот. Даже, даже по вашему тексту, да, даже по вашему вопросу, у меня нет ощущения, что вы понимаете, в чём всё сейчас. Вы говорите, что я не могу понять. Дело не в том, что вы не можете понять. Дело в том, какие у вас проблемы. Может быть, вы даже не осознаёте, даже не видите. Тут нужно разбирать, разбирать, что с вами, разбирать историю вашей жизни, историю ваших отношений, историю отношений с родителями вашими. Вот. В обязательном порядке социум. Да. Вот. Потому что есть ощущение, что вы очень, ну, вам очень не хватает любви. Вот. Есть ощущение, что вы не чувствуете себя в безопасности, и семьи в семью вы хотите именно для того, чтобы... Ага. Чтобы чувствовать себя в безопасности. Вот. Есть ощущение, что вы, ну, не принимаете себя, раз сягоститесь с одиночеством. А это означает, что у вас есть отторжение в самую себя. Что тоже не добавляет вам привлекательности. Да? Ну, потому что целостности нет ведь. Вот. Именно целостности в вашей личности нет. И поэтому тоже может не получаться выстраивать отношения. Понимаете? Это вот то, что я могу вам сказать. Многое из того, что я вам сказал, является, конечно, моей интерпретацией. Вот. Нужно разбираться с вами. Нужно изучать, нужно исследовать, нужно анализировать. Иногда будет понятно более точно, чем ваши проблемы. Вот. Это я говорю специально для того, чтобы вы не думали, что я считаю все, что говорю, да, истиной в последней информации. Нет, это не так. Не считаю. Но при этом говорю о том, что тот объем информации, которую вы дали, позволяет говорить именно так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.